Друзья, всем привет! С вами Натали и вы на канале Кухня Хорошего Настроения. Сегодня представляю вашему вниманию рецепт бомбических медовых маффинов с черной смородиной. Скажу сразу, они просто нереально вкусные. Приступим! Сначала готовим хрустящую крошку или штройзи. Для крошки нам потребуют 40 г муки, 40 г сахара и 40 г холодного сливочного масла. В чашу высыпаем муку. В муке натираем холодное масло. Масло должно быть очень холодное, даже слегка мерзлое. И высыпаем сахар. И всю эту массу с помощью рук мы перетираем в крошку. Готовую крошку необходимо убрать в морозилку на 1 час. Приступаем к приготовлению теста на кексы. Я подготовила все ингредиенты, которые нам потребуются. Это 200 г мягкого сливочного масла комнатной температуры, 3 яйца отборной категории. Если вы берете первую категорию, то потребуется 4 яйца. 120 г сахара, 100 г жидкого меда, если мед у вас густой, то его необходимо растопить на водяной бане, 180 мл молока, 250 г замороженной черной смородины, несколько капель ванильного экстракта, если у вас его нет, то можно заменить обычным ванилином, 400 г муки и 10 г разрыхлителя. К маслу я добавляю сахар. И всю эту массу необходимо взбить с помощью миксера до пышного белого состояния. Вот такая масса у нас должна получиться. Не переставая взбивать, мы добавляем постепенно яйца. Яйца должны быть комнатной температуры, теплой. Если они у вас прохладные или по температуре ниже, чем температура масла, их необходимо слегка подогреть, поставив чашу с яйцами в теплую воду. Если вдруг у вас получилось так, что масло отсеклось, то есть взялось крупинками, не паниковать. Ничего страшного в этом нет. Нам просто придется слегка подогреть чашу с данной смесью в миске с теплой водой. А затем ее взбить до объединения. У нас должна получиться гладкая, блестящая масса, как у меня. Далее смешиваем муку с разрыхлителем и просеиваем ее в нашу массу. И начинаем замешивать тесто. Тесто замешиваем с помощью лопаточки. Замешивается оно очень просто и легко. Муку добавляем частями, постепенно вмешивая. Тесто получается очень мягкое и эластичное. Затем мы добавляем наше тесто, жидкий мед и молоко. Молоко должно быть теплое. А также несколько капелек ванильного экстракта. Если вы используете обычный ванилин, тогда вы его можете добавить с мукой. И все тщательно перемешиваем с помощью лопаточки до однородного состояния. Миксер здесь использовать не надо. Вот такой консистенции у нас должно получиться тесто. Как густая сметана. Продолжаем. Сейчас нам необходимо в тесто добавить замороженные ягоды черной смородины. Но перед этим их необходимо слегка обсыпать мукой. Ягоды предварительно размораживать не надо. Вместо черной смородины вы можете взять и голубику, и чернику, и малину. Любую ягоду на ваш вкус. Добавляем ягоды в тесто. Затем быстро перемешиваем. И раскладываем по формочкам. Из данного количества теста получается приблизительно 24 маффина. У меня форма специально для выпечки маленьких кексов. Каждую ячейку я еще положила по бумажной формочке. И раскладываю в них тесто. Тесто кладем где-то чуть меньше половины. Так как при выпечке они увеличатся в размере. Сверху маффины необходимо посыпать замороженной крошкой, которую мы приготовили в самом начале и поставили в морозилку. Самое главное, не забываем это сделать. Выпекать маффины необходимо 30-35 минут в предварительно разогретой духовке на 180 градусов. Как вы заметили, форма у меня рассчитана на 12 маффин, а тесто у меня осталось, поэтому я буду выпекать второй заход. Из данного количества теста у меня получилось 23 маффина. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам хорошего настроения и приятного аппетита! До новых встреч!